всем привет дорогие друзья добро пожаловать долгожданную мотивацию на уборку я знаю очень многие уже ждали и спрашивали давно я не убирала весь дом и сейчас я вернулась из небольшого отпуска я ездила домой в петербург к маме и было там где-то около недели чуть побольше вместе с путешествием ездила я на пароме на машине через финляндию и когда вернулась муж как мог поддерживал порядок в доме но еще до того как я уехала у меня были какие-то проекты и знаете как все время когда я возвращаюсь даже не из долгого путешествия чтобы сделать дом снова уютным чтобы снова там захотелось находиться было мне хорошо мне прям нужно его убрать начинаю как обычно с кухня разгружаю посудомойку загружаю и грязной посудой эту уборку я решила разделить на два дня в первый день я убираю на кухне и ванных комнатах и во второй день уже другие более приятные на мой вкус уборка более приятные вещи какие-то там протереть пыль протереть зеркала я люблю это делать там разложить одеялки подушечки вот это вот мне нравится чистить это не мое самое любимое а кстати мое самое любимое это стирать одежду точнее закидывать ее в машинку стиральную и потом в машинку сушильную не до такое удовлетворение приносит я чувствую что это делаю что-то прям такое очень очень важное кстати после того как разгрузила посудомоечную машинку закидываю туда снова таблетку закрывая вот эту дверцу чтобы понимать сразу что там можно оставить грязную посуду что это больше не чистая посуда и теперь для того чтобы убрать остальную кухню я делаю такое самодельное средство меня бутылочка 200 миллилитров на нее добавляю 100 миллилитров воды обычный 50 миллилитров спирта у нас такая специальная дезинфекционная смесь это не чистый спирт 50 миллилитров уксуса все это смешиваю и добавляю пару помп где-то средства для мытья посуды экологичного все это взбалтываю и готова опрыскивать кстати вот этот бутылку очень классная она спреет знаете не 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 переставая вот таким напором я ее покупала на каком-то алиэкспрессе или на амазоне но на алиэкспресс они точно есть наполняю контейнер для кошачьей еды то что у меня было внизу остатки я сначала пересыпаю в другой контейнер чтобы это оказалось наверху и было съедено первым и как только начала убирать кухню запищала стиральная машинка точнее сушили на сказала у меня все высохло давай раскладывай стиральная машинка следом запищала а я постирала положи меня в сушилку это моя любимая комната я не знаю почему я вот в этот раз когда я убирала дом я поняла что это было мы была моя самая любимая часть невероятно мне нравится стирать одежду складывать ее и гладить и гладить да боже это вообще просто если у вас есть классная паровая система хорошая гладильная доска то это не может не приносить удовольствие это же так так приятно видеть как все эти складочки разглаживаются становятся ровненькими тёпленькими в общем вы поняли так Продолжение следует... Ну и я возвращаюсь на кухню, начинаю протирать все поверхности своим любимым самодельным средством. Очень классно, у меня такие блестящие поверхности, легко оставить какие-то разводы. Вот после этого средства разводы не остаются, работает классно. Единственное, что не работает на натуральном камне, нельзя использовать уксус. Не то, что не работает, а просто испортится поверхность. Дальше перехожу к нижним ящикам. Вот эти вот пару ящиков нужно разобрать. Здесь у меня хранится чай и кофе, но здесь уже все, в принципе, организовано. Просто нужно было чуть-чуть буквально уделить этому внимание. А вот в другом ящике здесь придется побольше поработать. Там какие-то... Это мой самый нелюбимый ящик. Он у меня до сих пор не идеальный, но потихонечку работает. У меня такой, знаете, долгий-долгий проект. Он становится все лучше и лучше. Сейчас там хранится какая-то домашняя, точнее, кухонная техника. И запасы еды. Запасы еды. Это разные там макароны, которые были куплены, которые не влезают в контейнер. Это я уберу в другое место. У меня это все хранится теперь в кладовке. Там организован... Вот вы видите, да, здесь вот этот вот в левом нижнем углу. Это все уедет. И станет лучше. Также у меня там есть какие-то небольшие... Небольшой запас баночек. Ну, в общем, какие-то контейнеры. Если я готовлю, например, мариную красный лук, я вот их использую, эти контейнеры. Либо там... Вот сейчас я привезла мед, туда пересыплю. Ну, банки стеклянные. И на верхней полке у меня, кстати, сейчас, вот вы можете видеть, мне нравится, как я организовала. У меня в одной корзине хранится чеснок, в другой корзинке лук. Точнее, там чеснок и лук. Потом, по-моему, картошка. Ну, как-то так вот распределено. Очень удобно берешь. Все у тебя на виду. И там это хорошо хранится. Темное, прохладное место. Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, помидоры я храню при комнатной температуре, и они от этого более сладкие. А теперь опасный маневр, чтобы протереть всю пыль на шкафчиках, наверху подоконники. Вот у меня там, видите, еще есть самый верхний. Я залезаю, но тут... Я реально просто чуть не наступила в воздух. Это было... Я прям испугалась. Хорошо, что не наступила, поэтому в следующие разы я была намного аккуратнее. Пока! 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 Таким способом, в общем, протираю... Таким необыкновенным способом, нанося спрей на поверхности и протирая их сухой тряпочкой, я очищу все шкафчики сверху и снизу. Единственное, что нанося спрей из такой бутылки, я не учла, что ему нужно осесть какое-то время. Мне несколько раз попало это средство в глаза, и это, конечно, не очень приятно. Щипет так, что вдруг кто-нибудь тоже может сделать такую ошибку. Я вас предупреждаю, закройте глаза! Субтитры создавал DimaTorzok 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 После того, после всей уборки, всей чистки на кухне, я заканчиваю комнату, протирая полы. Швабра у меня электрическая тайнека, точнее швабра-пылесос, два в одном. Убираю стулья из-под стола, чтобы так вот аккуратно побыть, кроме одного. Кроме одного стула. И вы можете видеть почему. Потому что там спит Декстер. Мне, конечно же, не хотелось его тревожить. Я немножечко нарушила его сон, естественно, потому что ходила там с этой шваброй, которая хоть не сильно, но все-таки шумит. Он не был в восторге, но, в принципе, перетерпел и через какое-то время снова уснул. Перехожу к душевой. Здесь использую обыкновенное средство, которое я купила там, которое сто раз уже использовала, но в сочетании с этой тряпочкой, которой я вот уже, которой я мыла кухню. Честно говоря, у меня таким чистым и так легко душ, вот именно стекла эти не были еще. И плитку очень легко отмывать. Вот как я сказала уже, что под тряпочкой чувствуется сопротивление грязи. То есть вы знаете, как водите по плитке, если там есть грязь, она как бы не так легко скользит. А когда уже нет, она скользит легко. Поэтому это прям самый крутой индикатор, насколько хорошо вы почистили поверхность. Вот если этого сопротивления нет, то все готово. Когда я чистила щеточкой на палке, такого так сильно это не ощущается. Это не ощущается настолько хорошо, потому что, естественно, есть вся эта длина палки. И непонятно, хорошо ли я очистила каждый уголочек или нет. А с тряпочкой, вот с такой мочалкой, очень классно. И еще мне в ней нравится, что ее можно просто закинуть в стиральную машинку и постирать. Хотя кто-то мне говорил, что нельзя стирать тряпочки. Гринвейх нужно стирать специальным мылом, девственными руками, я не знаю, там без перчаток, все остальное. Но, как я до этого рассказывала, что у меня выживают только самые сильные тряпочки. Если она не выдерживает 60-градусную стирку, то в доме ей не место. Пока все выдержали. Кстати, теперь я стала слушать аудиокниги. Раньше я смотрела, может быть, какие-то видео еще ставила на бэкграунд, пока убирала. Или просто какой-то фон, музыка. Знаете, ничего информативного. И я, честно сказать, не читаю много книг. У меня лежит эта книга, я начала ее читать. Но мне вот конкретно настолько ушла привычка, знаете, открыть и больше ничего не делать. Сконцентрироваться на одном деле, как чтение. И если я это делаю, я очень быстро засыпаю просто. Для меня это все в сон. Так поменялся сильно, поменялся ритм жизни вообще, мне кажется, у всех, что невозможно делать что-то одно. Если я что-то делаю одно, я что-то еще должна слушать, смотреть, руками делать, как будто бы все сенсоры должны быть задействованы. Это, на самом деле, не очень хорошо. Хорошо бы от этого избавиться и вернуться, немножко замедлиться, взять эту книгу уже и читать ее. Но в любом случае, так как я этого не делаю, я все равно хочу читать книги, так скажем, получать информацию из них. Я слушаю аудиокниги, я покупаю на Литрес, либо в Сторителу. Мне иногда я подписку оформляю на Литрес. Мне нравится, что можно просто взять и купить, и она как бы остается там все время, нет ограниченного количества времени, сколько ее слушаешь. Слушайте, когда угодно, сколько угодно книг. И сейчас я слушаю «1984». Наверное, вы уже все знаете про эту книгу, кто-то из вас ее прочитал, кто-то прослушал. Очень рекомендую. Она не... Это не какой-то позитивчик, это не комедия, не про любовь, так скажем. Такая книга-антиутопия. Но, знаете, очень заставляет нас задумываться, по крайней мере, меня, о том, что происходит сейчас в мире. И особенно зная, кто написал эту книгу. И, кстати, это год, когда я родилась. Но берите вот в интернете, кто из вас еще не читал, не слушал, «1984». А кто прочитал, отпишитесь в комментариях. А я приступаю к своему одному из самых любимых занятий – глажке. И пока глажу, это такое долгое дело, у меня огромная куча белья, я хочу вам рассказать, у меня был вопрос, как вывезти животное из России в Европу. Вообще, зависит от того, какая страна, но, по крайней мере, страны шенгенские, вот на них действует одно правило. Я вывезла 6 кошек, но я вывозила только в Финляндию и в Швецию. Так вот, самое главное, когда маленький котенок, нужно поставить ему микрочип и сделать первую прививку. Это делается, когда ему около двух месяцев. После этого выжидается месяц и ставится вторая прививка, там какой-то коктейль прививок, я точно не знаю от чего, от много от чего, ставится через месяц. Вторая прививка и прививка от бешенства. Очень важно для шенгенских, для европейских стран, чтобы микрочип стоял в кошке до прививки от бешенства. Мы, когда вывозили Дженни, мы даже переделывали все прививки заново, потому что у нее вот именно микрочип поставили мы сами. То есть была сделана вакцинация, но микрочипа не было, когда мы ее забрали, поэтому приходилось переделывать все документы. На это прям обращают внимание. Итак, у нас готов, у нас есть микрочип, у нас есть прививка от бешенства. После этой прививки нужно подождать 30 дней. 30 дней карантин кошка должна находиться в России. Можно и больше, но 30 это вот минимум не больше года, опять же, да, с последней прививки от бешенства. Дальше, вот вы уже готовы выезжать. Нужно взять ветпаспорт, свой паспорт и идти в ветеринарную станцию. Важно, что это не просто ветеринарная клиника какая-то, а именно станция. Их несколько в городе, это не каждая ветклиника, и они выдают специальную справку для путешествия. Вы говорите, куда вы поедете, каким способом, они выдают вам эту справку. Она стоит около 1000 рублей, по-моему, сейчас в Петербурге, по крайней мере, в Петербурге. Вот эту справку берете и идете в Россельхознадзор. В Петербурге их три, где-то, я не помню где, значит, я там еще не была ни разу, на финляндском вокзале и в аэропорту. Вот в этих местах можно эту справку, которую выдали в ветстанции, обменять на кучу бумажек, но там как раз на английском языке. Это для принимающей стороны. Они видят, что когда принимают, вот мы заезжали в Финляндию, они смотрят эти документы, сканируют чип у него, у кошки. Видят, что все хорошо, все вакцинации сделаны и впускают вас. Вот. И как мы, это все я сделала, когда вывозила котеночка, которую вы видели, да, в предыдущем влоге. Мы приехали, я приехала на машине в Финляндию, прошла нашу границу, на нашей границе не спрашивали ничего, никакую декларацию, ничего не заполняла, никакие документы на котенка они не спрашивали. И когда я приехала на финскую границу, там они попросили его, вот эти вот бумажки, которые мне выдали в Россельхознадзоре, я им их показала. Они сосканировали, посмотрели, что именно этот тот же котик, сравнили номера микрочипа, и все, и нас пропустили. Никаких карантинов, дальше уже, да, все, ваш котик, ваша собака с вами. Единственное, по-моему, на собак, возможно, нужно что-то дополнительное при въезде в Швецию, по крайней мере. Вот про собак нужно уточнять, я знаю конкретно точно про кошек, и вот буквально несколько дней назад я вывозила так котенка. Надеюсь, вам это было полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, вы мне пишите в комментариях, либо в инстаграме, в личных сообщ... Или можно говорить такое слово вообще? В личных сообщениях пишите, я постараюсь вам помочь, подсказать. Субтитры сделал DimaTorzok Приступаю к разбору своего гардероба. Что я хочу здесь сделать, это поменять зимний гардероб на летний. Ну, я убираю на отдельную вешалку зимние вещи, такие вот свитера, кашемировые, шерстяные, тяжелые, которые я точно не буду носить летом. Конечно, у нас лето и зима не такой большой контраст, как хотелось бы, ну то есть лето у нас может быть холодное. Например, вот сейчас июнь, на улице 9 градусов, и зима, она не такая холодная. Но, есть все-таки летние вещи, такие очень легкие, леные. Лен, например, можно носить исключительно только летом. И вот такие вот шерстяные плетеные свитера, которые у меня есть парочка штук, это тоже можно только зимой, но летом прям совсем никак, даже если это лето такое шведское. Поэтому все это буду менять местами, перевешивать, переделывать и заносить туда свежепоглаженные вещи. Продолжение следует... И наступает следующий день. Сегодня я поменяю постель, протру пыль, зеркала, сделаю такие вот, поменяю пледики на диване, сделаю такие приятные вещи, такая легкая уборка, на самом деле, которая заняла у меня часа три, наверное. То есть я так не спеша все это делала и очень быстро уложилась, в 12 часов я уже вышла из дома, в 12 утра. Я не так давно купила вот такие вот длинные подушки 90 см. в длину, и у меня для них только три наволочки есть. Одна шелковая, которую я получила от Лили Силк, и две вот такие вот льняные серенькие, поэтому ее нужно постирать. Я ее вечером, на самом деле, обратно вернула в постель, эту наволочку серенькую, но пока что вот лежит эта подушка длинная, раздетая. Надо купить еще, но я планирую сделать еще передекор в спальне, у меня будут другие цвета, не будет оранжевых штор, и как бы мне не нравилось вот это вот оранжевое белье, которое я купила в Заре, у него очень плотное плетение, так, наверное, это называется. 500, и это сатин, оно прям прохладное, плотное, невероятно легко гладится. Но цвет, я, конечно, им буду периодически пользоваться, но в основном я хочу перейти на такие вот светлые белое постельное белье, или бежевое. Так что, вот, мне нужно купить две большие длинные белые наволочки и белое постельное белье. Загвоздка только в том, что Ярма сказал, что он не любит белое постельное белье, но вот я думаю, проигнорировать его или купить off-white такое, какое-нибудь не совсем белое, молочное, думаю, потому что я вообще очень люблю белое постельное белье. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... все что я делаю в каждой комнате это вот это вот микрофибровым дастером право провожу по поверхностям убираю туда пыль если пыли много но если она не убирается такая шершавая поверхность я еще прохожу влажной тряпочкой протираю зеркала если нужно если нужно протираю стекла если вдруг они грязные и потом этой шваброй пылесосом вытираю полы и так вот из комнаты в комнату передвигаюсь и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...